я хочу вам показать небольшой мастер-класс как закидать забор арбитоном и как его закидать вот я пытаюсь взять умный прибор ковш называется но я без руки и видите я пытаюсь кинуть но я реально не умею кидать ковшом ну если бы им было хорошо кидать вы видите я как хотел вообще тоную нафиг вот я кидаю руками ну если бы можно было ковшом кидать для меня лучше я бы научился за 30 лет даже обезьяну может там на велосипеде научить кататься ну правда слышал что зёбра не поддается дрессировке вот это зёбра которая не умеет ковшом кидать и самое интересное все около камня кто находится почему-то заливать ведь я его кида и хотите так двумя руками хотите как хотите могу кидать смотрите ну я конечно понты кидают для youtube а я такой-то фотомодель видео его и так могу кинуть и так ну кто умный или там не знаю как сказать они поймут что я хочу вам показать сейчас погуляюсь немножечко буду кидать реально нормально ведь я кидаю в ту сторону в ту сторону а вы скажете а почему ты такой бестолковый а не кидаешь приборы ну помните я скульптор у меня совсем другие навыки я себе был штукатур топ я бы мастерком кидал бы не думал но так как видите я показывал правильно кидать можно спиной кидать видео глядя посмотрите как я рукой беру у меня уже дали такой густой раствор и смотрите сколько беру раз его кисть я кистьевой и локтевой кидаю кисть а передом кидать немножко сложнее видите ну как бы это вопрос темперамента но немножко на камеру играю можно мягче кидать его видите я не уши рукой перекинул он как бы своего рода я его как бы вибрирую среди раз вот что немножко часа настроиться буду кидать по-человечески ну фактически так мы кидаем это у кого сколько здоровья ну можем и длиннее кидать можно быстрее кидать но если ты кидаешь забор который там 30 или 1000 квадратных метров то ты превратаешь превращается в зомби машину но обычно как бы уже не рентабельно чтоб я это делал но это делают подсобники ну я обычно как бы делаю или вырезаю или там липу короче это забор несложная работа его делает кто захочет я делаю скульптуры тоже не рентабельно чтобы не эксплуатировать как штукатура но так как вот у меня youtube канал я все-таки имею навыки очень ну существенно то что 1000 квадрата видимо будет кидать и так и спереди это реальный кидок ну то есть ну как бы ну просто может чуть медленнее кидать нужно ты упадешь так вот посчитайте ну нормально на таком заборе ты будешь вырабатывать тону цемента то есть это 300 ты внутри с половиной тонны раствора то есть это достаточно тяжелый труд на кисти большие нагрузки если ты не готов их выдерживать нагрузки то не выдерживаешь ну и можете мне уже возраст 60 лет конечно я уже так бор закидать не буду а пацаны сильные молодые по 20 лет они они выдерживают эти нагрузки ну вот видите смотрите я кидаю и виде и боком и 100 кида ведь и то есть руки позволяет вот смотрите специально показываю любой с любого броска я могу кинуть его потому что очень большой стаж работа а теперь смотрите на пятно кидал и пока пластичный я сделаю такой обыкновенный дикий камень назовем эконом камень или просто рваный камень то есть это такой вот цоколевый камень вот я его вылеплю объема его ну и просто там есть еще ну куча нюансов можно там щеточка на 5 нужно валиком можно печатный бетон делать можно камушек взять и надавить ну в данном случае сейчас этот фильм больше о том как закидать забор вот смотрите я его кидает а ну хотите кидать и мастерком то есть не вопрос хотите кидать и черпаком то есть ну вы снизу не кинете наверх посмотрите я посмотрел мне не хватает чуть-чуть я взял и кину кинул вот и у меня получается что мне легко сделать тот объем на камне какой надо и в том месте кинуть куда надо потому что рукой таки ниш точно вот смотрите и там я чувствую что у меня по низу достаточно толщины и это позволяет мне как бы вот взять и вылепить камень именно тем размером именно тем рельефом какой я считаю нужен ну камень имеет определенную порядок вот видите он вроде бы разных объемов но человек который каменьщик должен понимать что камень от по низу можно большой положить уже наверх большой камень не положишь ну и камень должен иметь по рядовку и перевязку это тоже важно не смотрите где-то большой камень а где-то между ними будет маленький камушек ну я конечно сейчас спешу чтобы за более короткий период показать вам больше работы все таки камера ограничивает ну а так ты более спокойно будешь работать то есть бежать не надо и более спокойно работать ну много зависит от темперамента у меня такой взрывной темперамент я все время куда-то бегу вот эти камушек я залепливаю то есть уже на автопилоте и вот такие вот большие камни я делаю ну определенным размером и мы здесь хотим сделать такой соколёвый камень как бы на заборе он должен быть объемный большой и крупный ну потом мы возьмем набьем щеточками то есть структуру текстуру его сделаем в данном случае у меня немножко другая задача все таки я хочу показать как можно быстро закидать раствором стенку и как вылепить именно камень ну есть куча сейчас таких мод делают камень там современный он какой-то узорчатый но это обычный такой вот такой под дикий камень и здесь как ты его положил таки положил вот смотрите какой мне мастерок он такой узенький и и как бы длинный то есть ну как бы широким мастерком сложнее будет работать но что вот такой узкий мастерком ну как бы проще вести как бы тянуть его а широкий как бы там ну сложнее его поводить он и битик и вот такой универсальный это такой скульптурный резачок он сделан из пилы у меня есть это мастер-класс как сделать такой вот мастерок варите вот у отдельный есть фильм после видео уже как бы я сделал какую-то форму а теперь уже так наскоком надо тормозить и и более аккуратненько сделать красивый камень и его подрезаю подлепляю но он тянется и и вот как бы с бетоном есть несколько техник работы это первое это лепить его как пластилин вот видите то что я делаю или как раствор а есть техника когда ты его вырезаешь после лет как но режешь его то есть ну на допустим нужно должен постоять вот я спешу его вылепить потому что сейчас он лепится и можно достаточно быстро ну вылепить определенную форму камня а когда он подстоит надо очень большие усилия чтобы вырезать его и много отхода будет сейчас его вылеплю ну вылепить его досконально сложно его придется все равно где-то подрезать ну там для этого есть острый резачок и потом кисточкой замывать зачищать ну в данном случае у меня задача просто вот показать как я делаю форму посмотрите как мастерок идет и глядите я вылеплю все время немножечко наверх видите наверх и подмазываю вниз он не будет лепиться потому что он раствор как бы жидкий будет сползать если все стоит сколько вопроса а сколько какую толщину можно кинуть вот посмотрите здесь у меня получается кинуть толщину ну три-четыре сантиметра ну навряд ли ну почти 5 почему потому что раствор липкий раствор один к двум мне есть фильм как мы делаем этот раствор марка 500 я не экономлю можно и один к трём делать но у меня есть свой принцип я я делаю один потому что там где я работаю я выставляю очень большие деньги не хочу рисковать то есть потом меня простят все но если она будет разрушаться или там цемент будет сыпаться но как бы не досыпали это не даст пропорцию то мне это не простят поэтому я не рискую никто а с меня не требует экономить цемент ну для себя когда я делаю я может где-то могу и один трем один-два с половиной сделать ну а людьми делаю четко один максимум один-два с половиной вот видите какой уголок мы не знаю сколько мы почти здесь квадратный метр может чуть больше я вот будем говорить сделал за девять минут квадратный метр черновую такую наработку под декоративный камень ну конечно вылепить это одно надо еще стать его довести до ума ну посчитайте вот 10 минут за 10 минут 15 минут ну вот видите я дать пропуск какой-то и здесь рядом колонну формирую немножко уже колонну за один раз не кинешь его как бы надо наметку сделать видите и потом второй раз можно подкидать то что угол надо акцентировать и как бы это будет не просто забор а угол он хочу рельеф большой сделать вот так короче идет работа бог выйти подкинут эти полу черновая и потом лена потихонечку станет и сделает великолепные там забор шедевр я в конце покажу что с этого получилось а я выставлю на рапору фотография можете и кусочек фильма короткий вот видите я побил ее по зонам такие колонны обозначил большие камни потому что это ну столб на столбе на будут большие толстые камни я как вы видите дело ему а а большой объем показать что он квадратный но такую вот болванку подготовили осталось только чтобы он постоял зачистить и и вырезать вот настоящий декоративный камень а фильм был все-таки о том как кинуть раствор и вылепить идея не успеваю фильм длинный получается вот я кусками немножко вам покажу что получилось а результат получился вот так вот что внучки пришли лена ира все мои дочки взяли и покрасили а забор это делала лена но есть отдельный фильм как она делала себе забор это ее дом и участок и ее проект вот такой забор вот где мы кидали с этой стороны вот такая черновая подготовка под покраску видите коричневые черные потом все это прописывается что ли наша ира экстракласса специалисты по покраске ну кому надо полный фильм они могут его найти